Батюшки! Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья! Для меня неожиданно, что мы для детей старше 16 лет в эфире сегодня вещаем, потому что мне кажется, как раз темы, которые мы будем обсуждать, они вполне могут стать хорошим таким, ну что ли, бэкграундом или вдохновением для будущих наших строителей новой жизни в России, потому что мы намерены в этой программе рассказывать о том, как прекрасно быть женщиной, как прекрасно быть женщиной в бизнесе, если вы хотите с нами об этом поспорить, то у вас есть на это, или наоборот, как-то с нами согласиться, есть все возможности. Сегодня у нас в гостях управляющий партнер юридического бюро Реолекс, Мария Богданова. Маша, привет! Здравствуйте! И сразу напомню, телефон в студии 6510996, вы также можете заходить в гостевую книгу на нашем сайте финанс.фм, и мы хотим сегодня поговорить, тему мы назвали «Моя мама – бизнесвумен», и хотим сегодня поговорить о том, как вообще нам, женщинам, совместить желания и возможности реализоваться, как-то вообще монетизировать свои таланты и свои возможности, и при этом оставаться мамой, женой, и как-то быть еще и в этом вопросе тоже полноценной. Потому что, я не знаю, Маш, как тебе, мне кажется, что все-таки, если женщина не имеет ребенка, ну, наверное, про мужа можно как бы тут поспорить, кто-то скажет, что можно для себя ребенка родить. Я считаю, что, в общем-то, у женщины должна быть семья нормальная для того, чтобы чувствовать себя, опять же, как минимум спокойно. Но, наверное, здесь есть масса разных других нюансов, но если женщина не рожает ребенка, хотя может это сделать, какой бы мощной бизнесом она ни была, ее жизнь вряд ли будет полноценной. Или я ошибаюсь? Я думаю, что если нет медицинских проблем, то, скорее всего, да, ты абсолютно права. Дело в том, что многие молодые девушки и женщины, которые начинают свой путь, в том числе в бизнесе, в карьере, какое-то время думают, что эту проблему лучше отложить, потому что именно относятся к ней как к некой проблеме. То есть появление ребенка в семье воспринимается как дополнительный нагруз, как отлечение времени. Да, и как тормоз в том числе. В принципе, если ты работаешь в какой-то такой сфере, где карьерный рост – это что-то динамичное, действительно, ты должен учиться, быстро входить в новую какую-то тему, двигаться по этой лестнице, иногда расталкивая руками, особенно если какая-то крупная компания. Тем более, если свое дело отстал, не заработал. Многие дамы относятся к появлению ребенка как к какой-то абузе и отвлечению от основного занятия, на которое нужно сейчас тратить основные усилия. Но, к сожалению, с возрастом иногда выясняется, что лучше было не откладывать, потому что порой и потом уже не получается, а может быть, уже не хочется, а может быть, уже и партнер не настроен. Бывают разные случаи. Но смотри, просто мне кажется, здесь происходит у женщины частенько подмена понятий, потому что женщины, ведь мы, женщины, люди очень эмоциональные, увлекающиеся, мы не можем как-то вот свою любовь, свою страсть, свои какие-то эмоции, мысли поделить поровну. Вот это время я отдаю работе, вот это время я отдаю мужу, столько-то процентов я отдаю детям, а еще на хобби остается. Мы погружаемся в это целиком, и часто, мне кажется, что женщина, она и к бизнесу к своему относится как к ребенку. И немножечко вот здесь вот заигрывается, путается, и в итоге у нее действительно уже на детей, на рождение детей не остается ни сил, ни времени, ни эмоций, ни желаний, ничего. Это особенно характерно для российских женщин, потому что действительно, когда дело увлекает на первом этапе, ты относишься к нему и к сотрудникам, к этому, к чему-то новому, действительно, как к самодетищу, как к ребенку, которому нужно дорастить до какого-то времени. Существует такое мнение, что если компания в течение 6 лет успешно функционирует, то она пережила все основные веки, кризисы, явления, начало, да, и уже, в общем-то, можно сказать, что этот бизнес состоялся. И вот на такой момент, как ребенок идет в школу в 6-7 лет, так и бизнес, если в 6-7 лет он состоялся, то можно немножечко уже дать слабину. Но если Господь за это время дал возможность родить, я считаю, откладывать ни в коем случае нельзя. Ну, тебе Господь трижды дал такую возможность, хотя я слышала мнение, что трое детей — это вовсе не многодетная семья, что трое детей — это минимум для того, чтобы не вымерла вообще нация. В общем, да, потому что если арифметически посмотреть, двое родителей, воспроизводство — это плюс один хотя бы, да, иначе мы просто делаем себе подобных ровно в том количестве. Ну, в любом случае, мне кажется, что это все равно подвиг трое детей, особенно для мамы работающей, особенно для мамы, у которой свой бизнес и даже не один. Скажи, пожалуйста, вот как тебе удалось, во-первых, ну, когда ты забеременела первый раз, да, у тебя был в самом разгаре, наверное, как раз и бизнес твой, его становление, он тоже, наверное, только-только там учился ползать, ходить, говорить, и нужно было все внимание ему уделять. — Как это вот? — Даже, я бы сказала, интереснее дело в том, что когда мы узнали, что мы ждем нашу первую дочь, ей скоро 14, я еще работала на дядю. Да, дядя был вполне, в общем, такой интересный, правильный, и мы были, в общем-то, такими, знаете, коллегами и именно единомышленниками во многом. Но бизнес я начала, когда ребенку был год, и вот это, конечно, был особый такой интересный момент, то есть когда и твоему ребенку год, и, в общем-то, ты теряешь некую стабильность, которая все-таки обеспечивается тем же дядей зарплатным элементом, и пускаешься совершенно такое вот открытое море. — А чего вдруг-то? Было все хорошо, была стабильная зарплата? — Удивительно, да. — Понимающий начальник. — Некоторые мои коллеги, особенно из числа дам, компания была крупная, занимались недвижимостью, а я юрист по образованию, но, тем не менее, у меня там были перспективы, и, в общем-то, в то время, когда я оставляла эту компанию, я руководила шестью из восьми ее отделений в Москве. В принципе, большой коллектив и ответственность, интересная работа. Дамы с удивлением смотрели на меня, особенно дамы говорили, ну, мы все понимаем, ты-то куда? Знаете, были учителя у меня, два основных моих учителя, это, прежде всего, родители, это мама, которая воспитывала из меня, знаете, такую перфекционистку в некотором роде. Когда я поняла, что в компании, где я тружусь, некоторые аспекты решаются, ну, может быть, в силу специфики бизнеса, в принципе, в нашей стране, о чем мы сегодня постараемся говорить меньше, несколько так неоткрыто для клиентов, потому что real estate все-таки, он требует некого такого, да, подхода. Либо ты прозрачен, либо ты сверхприбылен. Когда я поняла, что сверхприбыльность есть, но прозрачности не достает, внутренние какие-то мои настройки дали сбой. Хотя непосредственно не касалось сделок, будем говорить, да, но все-таки такой момент этический возник. А мне вот интересно, этот этический момент обострился после рождения ребенка? Думаю, что да, конечно. Дело в том, что, в принципе, женщина, когда проходит, ты прекрасно это знаешь, вот это вот такое посвящение материнства, многие вещи, которые ты как-то от себя, может быть, отодвигал, где-то не обращал на них лишнего внимания, потому что надо будет работать, надо делать, делать, делать. Ты начинаешь думать, а дальше, следующий шаг, что будет думать этот человек новый, пришедший в мир, в том числе, прежде всего, обо мне? Потому что я для него реки пример. И где эти примеры, в принципе, брать? Если не ты, то кто даст ему основное? И когда ты понимаешь, что вербально, ежедневно, ты должен говорить одно, а делать, даже рядом находиться ты будешь, с некой другой картиной мира, то, конечно, начинается вот этот конфликт, который, кстати, приводит, как правило, людей к самостоятельному плаванию, потому что если корпоративная культура, крупная организация, вступает в конфликт с своим внутренним миром, рано или поздно тебе придется сделать выбор. Да, но неужели собственный бизнес — это панацея от шероховатости корпоративного? Я хочу вам тут, дорогие друзья, сказать одну вещь. В 99-м году, как раз, когда я раздумывала о начале собственного бизнеса, при том, что мама была одним из таких вот проводников этой идеи, а таким настоящим вдохновителем был муж, который говорил, ну, у тебя точно получится, дорогая. Я готова была его убить спустя года три, потом об этом можно еще поговорить. Но в тот момент как раз я прочла очень короткое интервью ныне опального, в общем-то, Полонского. Ну, опального в каком смысле? Мы все прекрасно знаем и становление компании, и ее, к сожалению, вот такое сейчас положение. Он тогда в интервью сказал прекрасную фразу, которая, собственно, мне запала. Говорил, когда я начинал, я не думал, что будет так или иначе, какие сложности и так далее. И счастье в неведении, в этом смысле, он абсолютно прав. И я хочу сказать, что даже если кто-то сейчас думает, начинать, не начинать, особенно дамы в нашей стране, начинайте. Счастье в неведении, в том смысле, что вы даже не знаете, как это будет, но не попробовать это, если есть задатки, если и стремления. Я считаю преступно просто. Слушай, ну, ты сказала о том, что генератором идеи начать, собственно, бизнес была твоя мама, а главным таким, скажем, главной поддержкой муж, это вообще удивительно. И опять же в нашей стране, когда зачастую семья, наоборот, говорит, куда ты прешь? Ты же с ума сошла, сиди ровно, у тебя все хорошо. О чем ты думаешь? Особенно мамы. Да, моя мама совершенно другого формата личности. Она меня всегда старалась по максимуму направлять куда-то на достижения. Нет, ну, по-честному, мама вообще брала на себя функции? Мама не брала, нет. Помощи с ребенком тогда? С ребенком, послушайте, вот так. Что касается бизнеса, естественно, нет. Что касается детей, дорогие друзья, я вам хочу сказать вот что. По опыту, собственно, наблюдения этого процесса, так как я у мамы одна, полноценный ее материнский инстинкт начал раскрываться на моих детях. Это прекрасно. Когда происходит именно так, это гармонично. Как-то раз, я помню, мы были в то время в английском клубе, и господин Шумейко любил поднимать такой тост «Давайте выпьем за наших внуков, они отомстят нашим детям». Я не могу сказать, что за нас. Моя мама тоже любит эту фразу. Да, я не могу сказать, что прям это можно воспринимать не с точки зрения юмора, но определенный элемент есть. Моя мама восприняла каждого моего ребенка немного как своего. А может быть, даже много. Вы должны прерваться на новости. Друзья, мы говорим сегодня с Марией Богдановой и продолжим разговор с экспертом сразу после новостей на Финамо ФМ. Оставайтесь с нами и звоните. Еще раз добрый день. Это тут Таларсин и программа «В доле», программа о женской доле в бизнесе и о доле женщин в нем. У нас в гостях управляющий партнер юридического бюро Реолекс и Мария Богданова. И наша тема сегодня звучит так. «Моя мама бизнесвумен». У Маши трое детей, при этом она успешная бизнеследия, успевает еще и заниматься литературной деятельностью, благотворительностью. В общем, разносторонний, интересный человек. И глядя на нее, создается впечатление, что да, это возможно. Возможно и быть матерью и женой в полной мере, и при этом быть реализованным бизнес-человеком, успешным, состоявшимся, где-то, наверное, жестким. Согласны ли вы с тем, что это действительно возможно? Верите ли вы в то, что женщина может совмещать эти две свои ипостаси? 65, 10, 99, 6. Звоните, очень интересно узнать ваше мнение, или пишите в нашу гостевую книгу на сайте финанс.фм. Мы говорили о том, что твой бизнес начался, когда ребенку был год, никакой особой помощи со стороны не было, и, в общем, ты в это во все окунулась, просто не зная, что тебя ждет. С какими основными сложностями пришлось столкнуться на этот момент, и была ли в дальнейшем поддержка семьи тоже такой же мощной, адекватной, как в начале? Ведь, наверное, наступил... Наверное, наступил, я думаю, момент, когда муж сказал, Маша, я больше не могу, хватит, возвращайся домой. Нет такого момента до сих пор не наступило. Ну, наверное, я думаю, что это и хорошо. Я благодарна, конечно, именно ему за то, что он был, в общем-то, вдохновителем. Я бы сама точно не решилась, но можете себе представить такая мама с годовалым ребенком на руках, которая практически все сбережения семьи начинает инвестировать в новое дело, при том, что поле было абсолютно таким плотно конкурентным, 2000-й год. А папа у вас, насколько я помню... Папа? Папа ваш... Папа ваш папа. Наших детей, моих детей. Нет, кстати, у меня не было... Он в государственной структуре работал. Да, он тогда еще не работал в государственной структуре. Тогда еще нет. А дело просто в том, что мы с ним этот бизнес фактически начали вместе. Тут тоже был такой момент, когда ты начинаешь его вместе с супругом, он тебе помощник, он тебе, будем говорить, дает какие-то рекомендации, берет на себя большую часть организационных моментов, и через некоторое время вам становится тесно. И вот тут, внимание... Возникает третий лишний. Но не то, чтобы третий лишний, нет. Тут как бы получается так, что женщине приходится делать выбор. Если это бизнес семейный, она должна будет всегда играть вторую роль, потому что мужчина должен быть впереди. Либо если этот бизнес все-таки ее, и она тяготеет именно к этой нише, к этой деятельности, то рано или поздно придется остаться одной. Ух ты! Ух ты! И ты выбрала второе. Я выбрала второе. Это был наш общий, на самом деле, выбор. Потому что, честно вам скажу, я считаю, что мужчина и женщина вместе, вот так, бок о бок, работать долго не должны. Какой-то этап становления, да. В противном случае ты в семейную жизнь привносишь все вопросы, которые у тебя денно и ночно возникают еще и... Погоди, а так что ты их не приносишь? Нет, сейчас нет. Окей. Это очень интересно. Ты весь день на работе гоняешь там своих подчиненных. Я знаю, что ты достаточно жесткий руководитель. Я видела тебя в работе, справедливый, но, в общем... Бывает. Ты знаешь, как это, как в Питере на заборе написано, да, я очень сильно извиняюсь, простите, пожалуйста, будьте любезны, но все-таки и три буквы, да. В твоем случае ты так долго не растекаешься. Ты говоришь сразу, так, это что такое? Да. А как же тогда это выключить, когда ты приходишь домой, открываешь дверь ключом, и ты возвращаешься на ту территорию, где ты на вторых ролях? Очень сложно. Это самый большой навык, который нужно освоить, на мой взгляд, для того, чтобы не тащить все проблемы и совершенно не зашиваться в них. Мне повезло 12 лет назад, практически в начале нашего бизнеса, я познакомилась с психологом очень известным, к сожалению, он ушел от нас, мы даже, вот ты говорила про литературный опыт, мы делали книгу, и он был комментатором в разделе «Мифы о мужчинах». Была такая психологическая книга, и ты там тоже участвовал, давал интервью, очень было приятно. А он научил еще тогда, крайне важно, когда ты уходишь из офиса, ты еще не пришел домой, ты еще не ставил ключ в дверь, ты переступая порог офиса, для того, чтобы домой не нести все, что могло быть, стресс и проблемы, радости, в том числе, радостями можно делиться, но остальным желательно как бы, да, все-таки не тащить все это, чтобы этим не жить, круглосуточно. То есть ты как прям так машешь и погрешешь, все? Порог, порог. Ты фиксируешь в момент, когда ты его перешагиваешь. Это именно для того, чтобы дома ты включала в нормальную свою вот эту роль матери, жены, и чтобы не мешать все это в одно. Конечно, клиентский сервисный бизнес, он не имеет таких вот, да, четких рамок, к сожалению. Все-таки это непроизводственный процесс, ты ушел, выключил станок, так сказать, и тебя больше кто-нибудь тревожит. Здесь ты не можешь выключить телефон. Телефон, да, но все-таки, когда дома семья, нужно немножечко иметь приоритеты, потому что дети, уроки, да, организация какого-то их досуга, муж, его вопросы. И вообще говоря, жена должна стремиться к тому, чтобы становиться хорошим психотерапевтом и выслушивать скорее мужа, чем говорить самой. где же на это на все взять сил? Возвращаясь к мифам о мужчинах, о женщинах, сейчас некоторые мифы, возможно, мы сможем развеять конкретными фактами. У нас на связи директор Института демографических исследований Игорь Белобородов. Игорь Иванович, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим сегодня о том, возможно ли женщине совмещать функции мамы и бизнесвумен, особенно в нашей стране. Но ведь, наверное, есть какие-то объективные, может быть, социальные, демографические факты, которые говорят о том, что иногда у женщины нет другого выбора сегодня. Очевидно, это так. Вообще ситуация двоякая. С одной стороны, мы говорим, так уж повелось в нашей патриархальной культуре и в сложившейся семейной иерархии, что женщина является хранительницей домашнего очага. И, в общем, женщины всегда ожидают от мужчины некой ответственности и того, что они называют крепким плечом. И, в общем, об этом косвенно свидетельствует даже популярность браков с представителями Южных Республик. То есть, то, чего не хватает, возможно, у российских мужчин и женщин еще на стороне. С другой же стороны, очевидно, что именно деловая активность женщин, именно кризис мужской, супружеской, отцовской воспитательной роли, с которой столкнулась наша страна, это происходило десятилетие, и советский режим внес в это наиболее ощутимый вклад. Именно он выталкивает женщину на рынок во всех смыслах. И таким образом и снижается рождаемость, и наносится такая трещина в семейных отношениях частенько. Вообще, я полагаю, вот так вот наблюдаю за ситуацией, что, наверное, деловая активность супругов это очень хорошая вещь в нынешних отношениях. Другое дело, что только семейная форма бизнеса является наиболее эффективной с точки зрения семьи, наиболее бесконфликтной заранее. И если мы посмотрим на топовые компании в мире, очень многие, то видим, что это именно семейная форма бизнеса. Достаточно упомянуть Икея, Ашан, многие-многие другие компании. Но, тем не менее, наша гостья Мария Богданова считает, что с мужем вместе заниматься бизнесом можно только в начале пути, а дальше нужно как-то положить яйца в разные корзины, чтобы не рассориться окончательно. Совместный бизнес не означает присутствие в офисе, распределение ролей, и опять-таки выстраивание семейной и деловой иерархии, это уже вопрос внутрисемейный. Другое дело, что именно та форма бизнеса, которая основана на семье и вообще, наверное, любого дела, она наиболее, на мой взгляд, эффективна. Устойчива. То есть, вы хотите сказать, что если вот эти модель традиционных ценностей, которые мы строим, хотелось бы нам по которой строить наши семейные отношения, если ее вот так же тоже как некую трафареточку перенести на бизнес отношения, то это, в общем, тоже дает какие-то прекрасные плоды. Традиционно моногамная семья оправдала себя в общем тысячелетней историей, потому что были же и другие практики, начиная от группового брака и заканчивая полигамией как многомужеством, так и многоженством. Я думаю, поспорят с вами многие наши слушатели, которые вообще скажут, мы не признаем брак, хорошее дело браком не назовут и вообще не нужно все. А, именно в этой среде мы и видим самый большой уровень злоупотребления алкоголем, наркотиками, самоубийством, то есть в этом достаточно сказать, что женатые мужчины живут дольше на 5-6 лет и реже болеют, тоже касается женщин, поэтому здесь накоплена очень богатая фактология. Игорь Иванович, а вот у меня все-таки такой вопрос, как вы думаете, уход женщины в бизнес на демографии он сказывается в отрицательном смысле, не сказывается никак, или вот смотрите, у Маши трое детей, я знаю, есть еще бизнесвумен, у которых там 3-4 ребенка, им как-то несложно совмещать эти вещи, но принято считать, что если женщина в бизнесе, то уже как на мать, как на матери на ней можно поставить крест? Очень часто случается так, что уходя в бизнес, женщина передоверяет свои материнские функции наемному персоналу, и в этом случае вот та справедливая, та социальная реклама, которую мы недавно видели на улицах Москвы, похож на няня, да, 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 она абсолютно справедлива, здесь я думаю, проблема не в бизнесе, он, напрямую препятствует демографическому развитию, тут, наверное, более базовые вещи, такие как уровень духовно-нравственного развития, потому что в странах религиозных, например, самая высокая рождаемость сегодня в католической Ирландии, в Европе, я уже молчу про Ближний Восток, страны Латинской Америки, и начала снижаться рождаемость во всех указанных странах, процесс глобальный, именно когда вот традиционное начало, на которых строится любая цивилизация, в том числе, культура, религия начали давать сбой, начали заменяться такими вестернизирующими некими псевдоценностями. То есть, если женщина выходит на работу, все-таки шансов помочь демографии в своей стране у нее меньше, чем у женщины, которая сидит дома, киндер-кирхен. В нынешних нравственных условиях это будет скорее, естественно, помеха демографии, безусловно. Спасибо огромное, Игорь Белобородов, директор Института демографических исследований, вот такой нам предоставил интересный срез научный. Глубокий научный. И глубокий, да, но мне, с одной стороны, наверное, действительно он прав сегодня, чем цивилизованнее женщина, чем больше у нее шансов реализовать себя, тем меньше она заточена на семью. С другой стороны, мне очень нравится вот то, что можно бизнес строить по тем же патриархальным канонам, что и семью, моногамную, такую. Можно. Но здесь есть один только нюанс, хотела вот что заметить, что на самом деле бизнес, в нем есть одна только мера целесообразности. Дело в том, что там нет практически пространства для выражения эмоций. И вот когда, просто я с чем немножечко не согласна, когда в принципах целесообразности и прибыльности, как и должен, собственно, строиться бизнес, попадает семья, то не всегда это для семьи полезно. Да, когда мы говорим об успешных компаниях, их действительно много, когда-то и Opel был чисто семейной компанией, в общем-то, автомобильный гигант, Missoni, да, такие уже красивые, всякие имена, особенно это характерно для людей творческих, семейность в бизнесе. Здесь скорее идет речь об общем кошельке, а вот когда мы говорим действительно о том, что нужно ежедневно, в некоторых бизнесах это только так, ежедневно приходить в это пространство и контролировать работу, а порой участвовать в ней, потому что в сервисном бизнесе, если ты владелец, ты должен выходить к клиенту. Иначе ты будешь терять клиентуру и, в общем-то, бренд твой размоется очень быстро. То здесь не всегда как бы это полезно, мало того, что некоторый бизнес, например, наш юридический, он сугубо профессиональный, и если супруг или супруга не являются носителем этого образования, то вряд ли они могут именно на равных или как-то даже в патриархальном укладе эффективно функционировать. Мы говорим с управляющим партнером юридического бюро Реолекс Марии Богдановой о семье и бизнесе и о том, можно ли быть мамой и бизнесвумен и успешно реализовываться и в том, и в другом аспекте. И продолжим после новостей на Финам.фм. Оставайтесь с нами. 65 10 99 6 наш телефон. Звоните. Наша тема сегодня «Моя мама бизнесвумен». Обсуждаем этот вопрос с мамой троих детей, управляющим партнером юридического бюро Реолекс Марии Богдановой. Звоните, если хотите присоединиться к нашей беседе. Спрашиваю вас, считаете ли вы возможностью вмещать для женщины материнство и бизнес одинаково успешным образом. Наш телефон 65 10 99 6 код Москвы 495. Вы можете также писать на сайт финам.фм на страничку программы «Вдоле». И вот интересно, Игорь Белобородов, демограф, с которым мы разговаривали перед новостями, сказал о том, что традиционная роль мужчины и бла-бла-бла еще с советских времен вывелось ржавчиной, покрылась, и как-то все это ушло, испортилось, и поэтому женщина вынуждена выйти на рынок и выйти в бизнес. Ты в своей жизни ощущаешь действительно эту нехватку мужских кадров каких-то по-настоящему, на которых можно положиться, и как действительно все-таки мне очень интересно технически прийти домой и после того, как ты управлял целый день кучей людей, стать подчиненным своего мужа. Это искусство, которое приходит, опыт приходит с годами. Но на самом деле, если серьезно говорить, то я не думаю, что так все криминально и критично у нас с мужчинами. Нет. Дело в том, что мужчин своих воспитываем мы, женщины. Я в этом твердо убеждена. У меня младший ребенок сын, и когда он родился, я поняла, что мужчины так и не специально. Вот, в общем, нет. Они от рождения такие. Во-вторых, дорогие дамы, мы же сами их воспитываем. С кого потом, в общем-то, спрашивают. Советский строй, наверное, нас всех расслабил. В принципе, мне самой иногда очень хочется вернуться в пионерское детство, где мы все действительно, невзирая там на религиозные, национальные различия, мы все братья, мы все живем в большой, самой лучшей стране. Тогда нам казалось это именно так. Я, собственно, и не изменила с тех пор свое мнение. Мы действительно живем в богатейшей культурными традициями, богатейшей и ресурсами, и человеческими, в том числе, стране, с такой вот изюминкой, некой русской, российской, специфической душевностью, которая никак неуловима, ее все пытаются определить, но никто не может сказать, что это такое у нас есть, чего нет у них. Ну, я вам скажу так, что мужчины здесь, они не все могут встроиться в существующие реалии. Если бы у нас в стране условия были созданы для реализации, были бы социальные лифты элементарные, мы немножечко бы еще вспомнили о культуре, о воспитании, об образовании, в хорошем смысле слова, давали возможность. Ну, хорошо, а как же встроиться мужчине в ситуацию, когда жена работает, больше не зарабатывает? Очень просто, я считаю. Дело в том, что когда пара состоялась, это семья, то отношения рано или поздно должны стать в некотором смысле надгендерными. Мы должны понимать, что этот человек есть и он твой. Если он твой, вы пара, как только вы пара, вы сотрудники, в хорошем смысле сообщники. А если его заедает тот факт, что ты успешнее его, а и б, если он недоволен тем, что ты как мать действительно, например, перекладываешь свои материнские обязанности на какой-то специально обученный персонал, вот там, совершенно верно. Только нужно очень хорошо уметь разделять специфика этого процесса состоит в том, что материнские обязанности, связанные с сменой подгузников, кормлением с ложечки и все прочее, да, возможно, приходится перекладывать. Все, что касается передачи, опыта, собственно, воспитания примером, лучше воспитания, на мой взгляд, я очень хотела внимательно следить за этим в своих детях, я смотрела очень внимательно, насколько они страдают или не страдают от отсутствия ежедневной опеки all in all, с утра до ночи, или все-таки как-то это, я могу сказать, что мы друзья, это прежде всего, со всеми ими, там, младшему 4, старший, почти 14, девочки еще одной, Маргарите нашей, ей сейчас 8, я могу сказать, что прежде всего нам удалось создать такой вот, знаете, дружеский союз, действительно, то есть, ты не относишься к детям с высока, потому что ты хочешь в те периоды, когда ты можешь, отдать им полностью и ласку, и внимание, послушать их, рассказать им что-то, ну, могу заблуждаться, но мои дети, в общем-то, наверное, на няню не похожи, у нас прекрасные няни, из города Иваново, замечательные совершенно, как-то вот прямо заставлять себя регламентировать время, что вот я прихожу домой, я выключаю мобильный телефон, я не подхожу там к Фейсбуку или Твиттеру, я... Нет, я, к сожалению, или к счастью, не могу себе это позволить, потому что кроме бизнеса есть еще и творческая часть, которая меня действительно увлекает, я пишу книги под псевдонимом о Марии Рай, и эта вот творческая часть, она связана с большим количеством встреч, с большим количеством мероприятий, которые даже не бизнесовые, такие уже интересные, культурные. Есть еще один фактор, который отнимает тебя у семьи, у детей, у мужа? Дело в том, что как-то вот я пожертвовала в некотором смысле собственным временем на сон, собственным временем на удовольствие, так сказать, кататься в транспорте нашим, именно по нашим прекрасным дорогам. То есть я и выключила из своей жизни телевизор. Вот экономия на этих трех позициях, да, она составляет прилично очень времени и эффективного в день. Подожди, про дороги-то что? Про дороги, значит, нет, если мне нужно куда-то гарантированно попасть, к сожалению или к счастью, да, если ты идешь в театр к семи часам, то ты должен воспользоваться общественным транспортом или за полтора часа. Это все решаемый вопрос, поверь мне, если нужно, мы найдем всегда способ выглядеть отлично. В конце концов, можно взять такси от ближайшей станции метро или как-то договориться с водителем удобно. Но просто ситуация такая, что если ты хочешь жить в этом городе, тебе рано или поздно, если у тебя тем более трое детей или двое детей или вообще хотя бы один ребенок, рано или поздно логистику, все построение маршрутов нужно сводить к тому, что если ты должен работать в офисе, офис должен быть в пешей доступности к дому. У меня так, пешая доступность к дому офиса, минус телевидение и минус, соответственно, какое-то ночное время, которое я как раз, когда уже все уснули, уже все тихо, спокойно, мобильный телефон можно не выключать, потому что звонить с какого-то момента уже просто неприлично даже для таких творческих людей мы иногда разговариваем с кем-то там в час, в два ночи, но уже не после двух, поэтому время где-то с двух до четырех, это время, когда я могу писать и время, когда я могу сидеть в социальных сетях и отвечать на те письма, которые пришли, и это прекрасно. А спать когда? А спать, но на самом деле нормальный здоровый сон, да, он возможен только в выходные или где-то на отдыхе, но если хватает энергии, ну, почему нет, пока хватает, пока хватает, пока я не жалуюсь четыре, пять часов, максимум там шесть, это то, что уходит на сон. Напомню, что мы говорим с управляющим партнером юридического бюро Реолекс, Мария Богданова, о том, возможно ли быть одновременно мамой и бизнес-вумен, одинаково успешной, хорошей, в обоих этих, казалось бы, настолько несовместимых апостасях. Наш телефон в Москве 6510996, код Москвы 495. Согласны ли вы с тем, что это совместимо? Наш сайт финанс.фм, можете писать на страничку программы в доле. Стута Иларсен, скажи, пожалуйста, возвращаясь к бизнесу все-таки, сейчас ты его вроде как уже поставила на ножки, он уже пережил болезни роста, он уже функционирует, существует, ты можешь позволить себе даже какие-то творческие отступления, какие-то хобби и так далее. Что дальше? Хороший вопрос. Ещё один ребёнок или новый бизнес, или всё дальше в творческое, в писательское. Ну, сейчас я работаю над четвёртой книгой, это будет детектив, это для меня довольно неожиданно и интересно, потому что сюжет стопроцентный такой фикшн, вымысел. Обычно я пишу по каким-то всё-таки портретам современников, какие-то такие сюжеты. Сейчас это стопроцентный вымысел, это интересно, это захватывает. А что касается бизнеса, дело в том, что если ты его ведёшь, я его веду уже 12 лет, начинали, мы вместе с супругом уже 7 лет работают действительно в государственной службе, что неплохо, потому что на самом деле бизнес в нашей стране он устроен по таким принципам, что если ты хочешь чувствовать какую-то защиту элементарную, то лучше, если у тебя кто-то есть, кому-то можешь позвонить, посоветовать сложные ситуации. Есть только со связями. Абсолютно точно. И, конечно, эти связи перерастают, и бизнес получает от этого дополнительный стимул к развитию. У нас хороший очень клиентский пул. В настоящее время и структуры Газпрома обращались к нам, ввели очень успешные и довольно громкие процессы. В частности, был такой проект Филида Выдкова. 207 тысяч квадратных метров должен был построить фонд Газпром-ипотека жилых метров. Но, к сожалению, проект не состоялся. Наше юридическое бюро блестяще отыграло дело в суде, и Москве пришлось рассчитаться, в том числе уплатить по ставке 8-25 годовых за 4 года того, что деньги, которые были получены в итоге аукциона по этой площадке, находились в Москве, в московских руках. Нашему клиенту выплачена была такая компенсация. Это был совершенно такой прецедентный, я бы сказала, случай, хотя у нас не прецедентный вовсе правовая система в России. Но, тем не менее, на этой практике сейчас многие инвесторы стараются тоже какие-то свои вопросы деловые решить. Мы в этом смысле совершенно не жалуемся, чувствуем себя стабильно. Ребята, между прочим, у нас юристы, как вы знаете, так в некотором смысле интересно получилось, они все мужчины. Я только хотела спросить, все мужики? Да, все мужчины. И как это тоже, я пытаюсь себе это представить. Вот я мужчина, я вполне себя считаю профессионалом, я уважаю себя в бизнесе, и вот я встречаюсь с партнером, или, может быть, даже я прихожу наниматься на работу, и со мной разговаривает женщина вот таким пузом на сносях. Это очень интересно, да, такое было в моей жизни. Ведь я когда вижу женщину в таком положении, я автоматически, инстинктивно, я хочу ей сказать, женщина, твое место на кухне, там, у детской кроватки, отдохни. У меня сразу, как у мужчины, я так думаю, я так думаю, что у меня сразу, как у мужчины, какие-то возникают покровительственные, не знаю, внутри ощущения, да? Ты знаешь, насчет декрета, вот так получилось, что с первым ребенком, когда еще работала на дядю, я отсутствовала на работе, ну так, 9 первых дней, а потом как-то ходила уже дважды в неделю. Со вторым я приехала просто сразу в офис, прям из роддома, это было прекрасно. Ну, в общем, не прерывалось. Поэтому вот как раз вот не мой случай, когда на мою пузо, видимо, обращали внимание на самую последнюю очередь, как-то так устроено все. Ну, просто женщина должна иметь возможность рожать и работать, и делать то, что хочет, и то, что может, без ущерба для окружающего мира. Если у кого-то с этим есть какие-то проблемы, то эта проблема точно не беременной женщины. Слушай, у меня были с этим проблемы, например, у меня лично были с этим проблемы, когда мы в девчатах начала работать, я была беременная, потом я родила, и потом я в полтора месяца вышла на работу, кормящая мать, извините меня, у меня в голове молоко, у меня больше ничего, и недосып. Мне было так тяжело. Конечно, тяжело. Не то, что там шутить. Физически тяжело. Даже просто говорить, успевать за моими коллегами мыслью. Я сидела и спала, и у меня гормоны, и у меня совершенно другое настроение, я довольно долго выходила из этого состояния. А у тебя контракты, а у тебя переговоры, а как это? Мне повезло, наверное, с точки зрения конституции здоровья, потому что у меня не было ни токсикоза, ни послеродовой депрессии, а может быть наоборот, просто я была настолько концентрирована на своих задачах, что не было времени даже думать о том, токсикоз у тебя, сегодня употребил. На самом деле, всё это зависит, конечно, от того, на что ты себя настраиваешь, и как относится к этому твоя семья. Абсолютно точно, ближайшее твое окружение. И у нас вот так счастливо сложилось в коллективе, что мои беременности, как-то мои роды протекали, в общем-то, таким, знаете, обычным таким рутинным фоном, все уже, в общем-то, смирились, когда это случилось в третий раз. Есть сотрудники, с которыми я работаю с 2000 года, вот по сегодняшний день, они уже так махнули рукой безнадёжно. Если Господь даст четвёртый раз, будет четвёртый раз. Ну, послушай, ну, хорошо, бывают же форс-мажоры, когда они болеют. Когда болеет один ребёнок, ты вешаешься, а когда болеют сразу трое. Да. Как правило, это и происходит именно так, что сразу трое или по очереди, потому что школа так или иначе, контакты детские, они приносят в дом всяческие интересные, креативные, пару вирусов, знаете, после каникул дети встречаются. Как сейчас говорят, педиатры обменены с бактериями со всех стран и континентов. Он лежит с температурой 40, а ты поехала на работу. И душа не на месте. А он лежит с температурой 40. Ну, слава богу, такой температуры пока мы не испытывали. Может быть, пару раз там на фоне какой-нибудь страшной краснухи в начале пути. Но на самом деле ты не поехал никуда, ты 7 минут пешком прошёл на встречу в офисе. А, ну да, я забыла. У тебя же всё удобно. Тут вот на самом деле это разгружает. Чуть попозже, после новостей, хотели подключить к нашей беседе православного священника. Программа о доле женщины в бизнесе. Бизнес доли женщины, сказала бы я так. У нас в гостях управляющий партнёр юридического бюро Реолекс Мария Богданова. Наш телефон 6510996, код Москвы495. Можете написать на сайт Финам.фм. Сегодня дебют нашей передачи, поэтому в некоторой степени мы ещё сами не совсем ну, как-то вот выстроили форму диалога с вами, уважаемые слушатели. Пытаемся её нащупать, поэтому, если хотите высказаться по теме и как-то ваше мнение о том, совместимо ли вообще материнство, полноценная такая вот женская функция в семье с не менее полноценным бизнесом, звоните, интересно услышать ваше мнение. Но очевидно, по крайней мере, Маша, когда я с тобой об этом говорю, ты не вызываешь вообще никакого желания опровергнуть, поспорить, как-то, знаешь, уличить в неискренности. Типа, как-то действительно у тебя всё это очень органично, само собой разумеющееся. И я, как человек, который видел тебя в семье, видел с мужем и видел в бизнесе, я понимаю, что это честно, так и есть. Это не... И, наверное, если бы ты что-то сейчас здесь из себя изображала и где-то лукавила, то, ну, вряд ли бы 12 лет этот бизнес и эта семья так бы дружно и мирно сосуществовали. Но, тем не менее, наверняка ведь какой-то червячок грызёт, что могло бы быть как-то иначе. Могла бы, может быть, как-то чуть... Вот этот пресловутый материнский комплекс вины, который есть у всякой работающей мамы, как тебе удалось его уничтожить? Был. На самом деле, с ростом детей. Дело просто в том, что когда у тебя один ребёнок, это особенно гложет. Когда их становится двое, ты понимаешь, что, как бы, во-первых, коммуникация сразу расширяется. У тебя есть двое детей, которые уже... Разные. Разные. Ой, это настолько интересно, конечно. А когда трое? Когда их становится трое, это уже такой коллектив, сложившийся практически со своими какими-то... Они дружные дети. В этом смысле нам, наверное, просто повезло. Вот можно сказать, что есть какой-то элемент труда, конечно, но элемент везения в том числе. Но всё в голове. То есть, как бы, если ты будешь думать негативно и будешь думать, как я с этим справлюсь, что мне делать, то, конечно, лучше, так сказать, вообще ничего не делать. Делай, что можешь, и будь, что будет. И думать о лучшей доле, да. Но дело просто в том, что мне как-то никогда не приходилось никому завидовать. Я смотрю на жизнь вокруг, да, у меня очень есть состоятельные клиенты, есть люди, у которых больше детей, чем у меня, да, и это действительно интересно. Но просто вот, если ты способен как-то не сравнивать, потому что, опять же, мой тот самый Харыш, он говорил о том, что сравнениями, а не благими намерениями, вымощена дорога в ад. Интересная фраза. Кстати, кстати, да, об этом у нас на связи Ирей Храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицине, отец Михаил Потокин, тоже, кстати, отец троих детей. Здравствуйте, отец Михаил. Да, добрый день, да, добрый день. Вот мне очень интересно, приходилось ли вам когда-нибудь благословлять женщину на вот какую-то такую деятельность, на бизнес? Вот приходит... Ну, безусловно, приходится это. Просто, вы знаете, я хочу немножко как бы свое мнение сказать, что вопрос, который сегодня обсуждаем, он не новый. И вообще-то, говоря, он уже давно решенный вопрос, потому что... Ну, просто... Дело в том, что у нас как бы все сейчас в связи с тем, что ситуация в стране поменялась там лет 20, там сколько-то назад, у нас все кажется все по-новой. На самом деле, русское общество, оно вполне хорошо с этой проблемой знакомо. Просто вопрос в том, что оно было сословным. И в каждом сословии детей воспитывали так, что они могли заниматься тем родом деятельности, которой занимались родители. То есть купцы могли торговать, помещики заниматься сельским хозяйством, а аристократия могла руководить. Поэтому мы с вами знаем прекрасных, много примеров. Ну, и не очень прекрасных, конечно, как женщины становились вот во главе какого-то дела или даже страны, и руководили. И вполне это... Это вполне совмещалось, мировопричем, с их семейной жизнью. Иначе бы сословия вымерли. Поэтому так как сословия все-таки все были представлены, значит, и детей могли рожать и воспитывать их, опять-таки воспитывать в сословной культуре, в которой они жили сами. Поэтому вот, если вы возьмете, например, даже Судков-Щедрина, пешеходскую старину, да, там вот она, мать как раз, многодетная и очень успешная в своем, так сказать, труде помещичем. Но, конечно, вопрос воспитания там сложно решается. Это такое все-таки литературное произведение. Но я просто хочу сказать, что вот вам пример. То есть никогда не было такого вопроса, не стояло для сословий. Ну а как же было... Можете заниматься человек там купечеством и в то же время быть матерью там дома и быть человеком там верующим и во всем остальном состоявшим человеком. Так же как и, например... Но почему же тогда, почему же у нас тогда так мало успешных женщин, у которых много детей? Ну действительно мало в процентном состоянии. Но у нас, в принципе, мало женщин, у которых много детей. Так вот, если на вскидку, да? И демографический кризис и все остальное. Ну это просто идет вопрос уже к кризису такому семейных ценностей скорее. Почему? Потому что здесь, понимаете, у нас как-то вот вопрос именно, мне кажется, в том, что вот мы увлекаемся различным родом идеями. И этой идеей мы готовы посвятить как бы все свои силы душевные, духовные там и так далее. Но не всегда так следует поступать, потому что человек разноплановый. А что тогда? Что бы вот именно вы, как все-таки лицо духовное, могли бы посоветовать женщине, которая хочет иметь много детей, но вот она в работе все время, у нее постоянный бизнес, она там, она сям. Она, может быть, и хотела бы большую часть своей жизни отдавать семье, но как-то вот не решается. Нет, ну вообще вся наша жизнь, простите, перебил, но это поиск меры. Вот есть такое понятие, царский путь, да, или золотой, так сказать, такой путь, который соблюдает меру во всем человек, когда, да, когда он в меру может потрудиться, в меру отдать свои силы семье, там, воспитанию детей. И вот это чувство меры, когда оно нарушается именно, может быть, за такого, ну, некого духовного нашего состояния, скажем, неровного, да, мы куда-то начинаем стремиться, что-то у нас случается в душе, мы на это не обращаем внимания, и просто продолжаем дальше усилиями такими вот себя куда-то устремлять. Наверное, все-таки важно вот именно то, что чувство меры у нас всегда соблюдалось в любом деле, касательно семьи, работы, бизнеса, там, всего чего угодно. Тогда мы можем признать, что мы состоялись. Если мы в чем-то достигли очень больших успехов, но в другом, причем то, что нам хотелось бы сделать, мы с вами этого не получили, даже сам по себе человек спросит, что состоялся ты или нет. Он скажет, да, вот здесь я состоялся, а там нет, но все-таки это нет присутствия. Значит, где-то мы не состоялись. Но, соответственно, наша жизнь все-таки не может быть признана полноценной, хотя она таковой должна быть. Если мы духовно правильно живем, то наша жизнь должна быть полноценной. Спасибо огромное. Отец Михаил Потокин, Ирия Храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыне, просто вот, ну, на самом деле, меня, например, для меня неожиданное мнение. Замечательно, совершенно. Да, отца Михаила. Я-то думала, что как-то, ну, мы же сейчас должны были говорить о традиционных ценностях, о том, что семья и женщина, ее основа, и должна сидеть дома с детьми, а вот, пожалуйста. Что-то есть такие священнослужители, это просто прекрасно. Да нет, видимо, так оно и есть. Видимо, действительно, здесь о чувстве меры и, видимо... Что-то о чувстве меры, о вере и о любви. На самом деле, вот что я хотела еще сказать. У тебя есть чувство меры, очевидно. У меня есть чувство размеренности, да. Я понимаю, что если я где-то не додаю, я должна это сделать. То есть как-то вот... Ну, а то есть именно планирование времени. Неужели бизнес позволяет? Позволяет, конечно. Сейчас все ускорилось настолько... Сейчас мы уже действительно можем контактировать со всеми странами, континентами очень быстро. Если нужно, мы куда-то летим. К нам прилетают. Это стало очень доступно. Ну и, опять же, да, удобство всех этих гаджетов. Оно здорово облегчает жизнь. Но просто здесь еще такой момент, что женщина... Что интересно в женщине? Женщина — это профессия. Женщина — это профессия уже. И ты в любом случае ее остаешься, чем ты не занимаешься? Да, совершенно верно. Дело в том, что в отличие от мужчины, действительно, мужчина, когда рождается, многие психологи говорят об этом тоже, что это табула рас, с кем он будет, кем он станет, какие надежды. Это всегда какое-то такое целеполагание. Женщина все ясно, она по-любому должна знать матерью, как минимум, если получится. Ну, в общем, да, предназначение задано. Большой бонус плюс. Я хочу сказать, что это большой действительно момент. И поэтому откладывать это... Я всегда говорю, когда спрашивают, конечно, да, вот а как, а что? Не откладывайте. Не надо бояться того, что не будет достаточно средств. Средства будут. Знаете, такая народная мудрость. Была бы овечка, полянка, найдется. Но ты понимаешь, ведь откладывает не только женщина, иногда откладывает мужчина, который рядом с ней находится, видит, как она, как коня на скаху, и в горящую избу прется, а куда ей еще это с ребенком? Да, если мужчина эгоистичен, конечно. Ну, как правило, это проявляется довольно рано, и люди расстаются. Я знаю такие случаи, когда женщине, в принципе, запрещается рожать. Это уже из разряда домашней тирании. Это не совсем тема нашей передачи. Просто мы говорим сейчас о том, что следует или не следует откладывать вопрос рождения детей, думать о том, что если я рожу, то у меня с бизнесом начнутся какие-то проблемы. Нет, как правило, нет. На самом деле, когда женщина мать, она становится матерью, она вбирает в себя дополнительно энергетические и такую мудрость невероятную, что ей поможет. Это в делах однозначно она состоится как человек, как личность, и состоится в бизнесе непременно. Я в этом абсолютно убеждена. Господи, твоими бы устами. Я не знаю, у меня такое ощущение, что мужчины, которые нас сейчас слушают, они онимели, они не нашли в себе сил позвонить и поспорить с нами по данному вопросу. Но вполне возможно, что действительно спорят и здесь и не о чем, потому что возможно все, если ты действительно как-то находишь в себе силы. Вот вопрос только еще, где взять силы, тебе как-то... Сила в любви. К себе? Любовь к себе непременно в условии любви. Это, знаете, у нас просто в культуре нашей, в том числе в советское время, любовь к себе, это вообще что-то такое непонятное. Возлюбиваешь ближнего, как себя самого. А где разница между эгоизмом и любовью к себе? А, в том-то и дело, что когда ты любишь себя, ты деятельен, ты не позволяешь себе деградировать. Это очень важно. Тут как раз ты анализируешь и говоришь, где этот самый мир? Где вера в собственные силы? Где любовь, которую я должен отдать этому миру? Потому что через любовь к ближнему и любовь к себе мы познаем любовь к Господу. У нас есть звонок, ура, по телефону 65 10 99 6. Нам дозвонился Ильдар. У вас не очень много времени. Здравствуйте, мы вас слушаем. Мы так рады. Да, Ильдар, привет. Добрый день, девчонки. Очень рад вас слышать. Рад, что вы обсуждаете очень важную, на самом деле, темы. Правда, вам интересно? А то у меня такое ощущение, что мы здесь сидим и просто, ну, не знаю, и мужчин, которые слушают Финам ФМ, несколько обескураживаем, нет? Нет, нет, вы абсолютно не правы. Я всегда с удовольствием чувствую, слушаю Финам ФМ, потому что вы обсуждаете такие темы, которые в современном мире уже как будто, знаете, ушли на второй план, а на самом деле они настолько важны, и люди этого, наверное, перестают понимать, насколько они важны. Так вот, я хотел вас поддержать. Действительно, я согласен, что женщина должна быть в первую очередь матерью, во вторую очередь она должна быть активным участником жизненного процесса. Вот сейчас вы разговаривали, представителям христианства. Я со стороны ислама могу также сказать, что немножко неправильно у нас понимается то, что женщина должна сидеть дома, воспитать детей. Неправильно. Женщина активнейший участник жизненного процесса, бизнеса, прочего, как, например, в Саудовской Аравии запрещают женщинам водить автомобиль. Это совершенно не по религии ислама, например, да? Я согласен. И насчет откладывания рождения детей. Женщина должна родить первую ребенка до 25 лет. Это стопроцентный закон, на самом деле. И даже если это она делает на работе, вы это одобряете? Я одобряю полностью. Женщина должна рожать, рожать, рожать. Это первое, скажем так, человек в жизни, я считаю, несколько уровней, которых он должен достигнуть. Первое – это рождение ребенка. Второе – это достигнуть какого-то, скажем так, сделать что-то полезное в жизни. Быстро третий, а то заканчивается программа. И третий – это стать выдающимся человеком. До этого доходят не все. Спасибо нашей героине Маше Богдановой. Это удалось. До встречи в Доле Стуты Ларшем. Всего доброго. До встречи в Доле Стуты Ларшем.